Правовые новости от компании Гарант. Сегодня разъясняем, как воспользоваться новым налоговым вычетом на 6 соток. На вычет имеют право пенсионеры, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства, ветераны военных действий, герои Советского Союза и другие граждане. Для использования вычета, если у налогоплательщика имеется несколько земельных участков, можно обратиться в налоговый орган с уведомлением о выбранном участке, по которому применяется вычет. Уведомление можно подать до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет. Если уведомление не поступит, то вычет применяется автоматически в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой земельного налога. С началом нового учебного года у родителей возникает немало вопросов. Один из них – об участии школьников в так называемой внеурочной деятельности. Участие в ней является обязанностью всех школьников, отмечают в Министерстве просвещения России, хотя до этого предполагалось, что внеурочку ученик мог посещать по желанию. Организация внеурочной деятельности на добровольной основе прямо предусмотрена школьным санпином, и школы обязаны его соблюдать, и соответствующими в ГОС. Образовательная программа, согласно требованиям в ГОС, включает в себя учебный план и план внеурочной деятельности, то есть две разные части. При этом закон об образовании обязывает ученика посещать учебные занятия, предусмотренные лишь учебным планом. О посещении занятий из плана внеурочной деятельности закон ничего не говорит. Однако Минпросвещение России представило правовое обоснование. Посещать внеурочку нужно потому, что план внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы образовательной организации. Еще одна новость. Сенаторы предлагают наделить полицию правом получать от сотовых операторов данные о местонахождении человека без решения суда. Соответствующие изменения планируется внести в закон о связи и закон об оперативно-розыскной деятельности. Как поясняют авторы инициативы, успех поиска пропавших лиц зависит от своевременности принимаемых оперативно-розыскных мер. Однако сейчас правоохранительные органы не могут получить доступ к указанным выше сведениям без предварительного решения суда, а на это необходимо время. Принятие поправок, как рассчитывают их разработчики, позволит правоохранителям действовать более оперативно. Отметим, что на рассмотрении Госдумы уже находится законопроект, преследующий те же цели, но касающийся лишь поиска пропавших детей.